Это использование игл для коррекции шва. Значит, во-первых, посмотрим, как себя ведет шов. Умеет ли он растягиваться? Не особо надо сказать, что вот ткань прям сопротивляется. Насколько он смещается? Ну, так, надо силу применять, то есть сам не хочет. Он, не могу сказать, что он жесткий. Вот он с какой-то фиксацией. Видно, я его смещаю, а он вот здесь вот где-то фиксирован. Она где-то вот здесь под пальцами. Потому что я смещаю туда, и утяжка идет вот туда вот. Ну, окей. Значит, что мы с вами будем делать? Вот у нас есть рубец. Опускайте теперь ножку. Немножко вот так вот сейчас мы сделаем. Дезинфицируем операционное поле. Значит, смотрите. Что я буду делать? Я найду направление постановки игл в этот рубец. Обычно это по оси рубца. Значит, смотрю. Первая игла сюда пойдет? Нет. Первая игла сюда пойдет? Да. То есть я начинаю использование игл отсюда, и иглу буду... Да, я возьму здесь сороковку. А вторая пойдет, скорее всего, навстречу. Или она пойдет от центра рубца туда же. Да, но это тоже будет по тесту. Да, это значит, что не надо иглами работать. Вот она, спайка на игле. Да, я дойду до основания, миллиметр оставлю. Для чего оставляется миллиметр? Всякие технические браки игл, когда отваливается ручка, вдруг... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Немножечко потерпите, мы на спайке. То есть здесь уже ай-яй-яй... Здесь это вот как механическая работа. Значит, смотрите, игла проходит по линии рубца, то есть она идет под кожей, то есть прям по самому рубцу. Вот он там в глубине и по самому рубцу идет, то есть где-то подкожно, не внутрикожно в любом случае. Ваш вопрос? Подкожно, на каком глубине? Ну, это как пойдет, потому что если там рубец вот такого диаметра, то вам, вероятно, надо попытаться пройти через центр рубца, насколько это возможно. Еще, насколько вообще пропустит так тело, потому что там же может быть измененная ткань, которая просто физически этот рубец не даст проткнуть иглой. Вот смотрите, значит, отсюда, навстречу, я вторую иглу поведу сейчас. Вы вообще протестировали, да? Да. Да, если дама не боится... Если ни одно направление не дает восстановление, значит, не надо ставить иглы. Это помните, как с внутренним органом. Если вы не можете найти направление смещения внутреннего органа, не надо его вообще трогать. Да. Опять пришли в спайку. Там такая ядреная спайка, потому что при смещении рубца, просто ткани, там прям вот так вот оно... Хорошо. Что дает? Она рассасывает, получается, да? Она рассасывает, рассасывает. Ну а значит, здесь механизм такой. Мы механически, как в мезотерапии, травмируем. И дальше, после этого, тело начинает перестраивать травмированную ткань. То есть приходят все макрофаги, не макрофаги, как в тканях, макрофаги, и начинают вот это вот, да. Я бы еще вот так вот иглами поделала, но это будет немножко по-садистски. Это на самом деле один из таких способов, ну давайте попробуем, насколько это будет терпимо. Как ощущения? Уже сильнее. Я изменила направление в спайку. То есть спайка там какая-то такая чувствительная. Длинная большая эрупция кесарева, от бедра до бедра. Точно так же? Да, только единственный игл может быть побольше. Ой-ой-ой, вот это интереснее. Каждый иглу ищем по тесту направления. Ой-ой-ой-ой, прям амплитуда совсем чуть-чуть, да? Да, но мы не мучаем пациента, то есть у нас нет задачи замучить до смерти, чтобы он больше никогда к нам не пришел. Значит, если вы можете видеть, ребят, прям очень шумно. Видно, да, что какой-то прям чувствительный. Если вот так чувствительно, можно попробовать прокрутить иглу. Здесь нет такого, что два с половиной оборота и все, она должна встать. Здесь она может встать гораздо раньше, то есть вообще не крутиться, потому что тканью зажата. А может крутиться и крутиться и крутиться. Но... Нет, всегда по часовой стрелке. Как долго продержится что? Пациент сколько продержится? Но мы смотрим, то есть, во-первых, я жду, когда снизится тонус. Это будет показатель того, что все, иглы надо убирать, потому что это все-таки иглы. Терпимо? Да. А до этого было ай-яй-яй. Это всегда только первый раз. Пациент может подвигаться, походить? Может, если сможет встать, потому что не факт, что встанет. У нас нижняя игла, если она направлена вниз, она будет травмировать ткань. Если она направлена вверх, то когда пациент будет вставать, вероятно, он себе там ее довоткнет. Вот, то есть лучше пусть лежит. А сколько мы таких процедур можем сделать, согласно одного рубца? Ну, по надобности, то есть по-разному. Зависит от конкретного рубца. Ну, если вы, вот в смысле, там, одна процедура, десять процедур. Ну, вот приходит пациентка, допустим, там, с рубцом от Кесарева. Вы протестировали, вот сегодня надо, пришла она там через три дня, там, не надо, потом пришла еще там через три дня, надо. Ну, вот вы раз в неделю там, то есть процедура одна, один прием вы делаете, там, допустим, через пару недель делаете повторный. Вот, то есть это уже от конкретного... Нет, система здесь такой вот, прям, что вот столько-то раз, нет. А когда ставим иголки, а когда ставим тейпы? Значит, иголки – это механическая коррекция. То есть все спайки, которые там, вот так вот не отрывается он и так далее, вот когда вот прям руками уже задолбались работать. Тогда ставим иголки, это ускорит процесс. А тейпы – это вот в первую очередь рецепторное поле. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну, а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по Прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК – все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста.